То, что я принял такое решение, и то, что я буду обязательно высовывать в качестве кандидата на посаду президента Украины, это точно, это правда. Такими словами, Сергей Тигибко начал общение с прессой, попросив воспринимать его уже как кандидата на пост президента страны. Весь послужной список известного политика, а работал он в основном в финансовой сфере, это биография высокоэффективного кризисного менеджера. Почти все структуры, которые он возглавлял, превращались из руин в слаженные механизмы. Однако теперь, по словам Сергея Тигибко, он оставил все занимаемые им посты и сосредоточился на главной задаче – стать главой государства и начать выводить его из кризиса. Пять лет дали возможность, поработали, не отработали своего, не состоялись. Извините, рейтинги падают на выход. Что касается, на кого я рассчитываю, не дождетесь от меня этот раз очень много популизма. Буду говорить очень прагматичные вещи. Я постараюсь все-таки завоевать голоса тех, кто внимательно следит, старается анализировать, разбирается и так далее. По мнению Сергея Тигибко, над страной не должна давлять та или иная идеология. Лишь голый прагматизм в интересах Украины и ее жителей. Если нам выгодны отношения с той же Россией, если нам выгоден рынок сбыта российский, значит мы должны и политику таким образом выстраивать. По каждому вопросу прагматика. Есть наши интересы. Ничего не мешает Владимиру Владимировичу Путину поставить нам мировые цены на газ. И мы должны ставить мировые цены на транзит, беспокоясь о том, что у нас есть свои учителя, врачи, военные, пенсионеры. Беспокоясь об этом прежде всего. Спасти страну и вытащить ее из той ситуации, в которой она оказалась сейчас, задача не только будущего президента и его команды, но и каждого гражданина. От последнего потребуется, в частности, во время выборов думать и анализировать, чтобы своим голосом не отбросить страну назад. Опять нас могут разъединять. НАТО-антинато, Россия-антироссия, ООНУПА, Бероисповедание и так далее. И будут стараться какие-то технологи рассечь нас, для того, чтобы выйти на свой электорат. Я считаю, что это самое страшное для нас. Потому что, когда вы хотите сделать большие преобразования в стране, вы для начала должны консолидировать власть и подготовить, привлечь людей на свою сторону. Нам надо вот эти все вопросы, голодомор и все остальное оставить. Потому что оно нас разъединяет, оно нас, украинцев, разъединяет. Мы должны смотреть вперед, видеть нашу великую Украину впереди и работать на нее, объединившись. Что касается предстоящих выборов, то Сергей Тегибко уверен, что состоятся они в назначенный срок. По его мнению, предсказать шансы того или иного кандидата сейчас невозможно. Политическая ситуация все время в движении и все может измениться в любой момент. Также не будет явного лидера гонки. Разрывы между кандидатами будут небольшими, считает Сергей Тегибко. Поэтому я считаю...